Музыка Конец рабочей недели, пятница вечер. На часах 19.30 это северное интерактивное шоу на главном окружном. Как всегда с вами Ирина Молчанова. Здравствуйте и Сергей Коробков. Здрасте. Ближайшие 60 минут вместе с вами обсудим. Мир, труд, май. Или могу я наконец отдохнуть? Как провести предстоящие выходные, чтобы не было потом мучительно больно? Можно ли считать майские каникулы испорченными, если не улететь туда, где тепло? И остаться в югре с небольшой суммой на банковской карте. Опасное селфи. Есть ли будущее у подростка из Нижневартовска, что рискует жизнью ради удачного кадра? Без вины виноваты? Кто повесил на водителей Сургутского района миллионные долги за нарушение правил дорожного движения? И почему нельзя надеяться на письма счастья? Шутка про маршрутку. Правда ли, что проезд в микроавтобусах окружной столицы сильно подорожает уже в мае? Тепла не будет? Почему в югру не идет лето? Что стоит делать, чтобы не впасть в депрессию? Майские праздники в кругу семьи. Что на работу можно и забить. Я буду делать заимон в квартире. Шашлыки, площадь, как всегда. Платим раз, еще раз, еще много-много раз. Или как не угробить питомца в ветклинике? Что делать, если нет единых требований к зообольницам? А существует лишь сомнительный стандарт по оказанию услуг. И открыть больницу для животных может каждый. Что важно знать, чтобы не разориться, поддерживая здоровье любимого питомца? Как действовать, если четвероногий друг пострадал или даже погиб из-за некачественного лечения? Узнаем уже совсем скоро. Северное шоу открывает туристический сезон в Югре. Повод – длительные выходные, что наступят уже послезавтра. Целых 4 дня отдыха, потом всего 2 рабочих дня и снова свобода от труда. Да, почти мини-отпуск. Спасибо родному государству. Да здравствует мир труд май. Так как же хорошо провести майские праздники, если курс евро и доллара и, в принципе, сумма на зарплатной карте не позволяют улететь на море или в Москву и Питер? Возможен ли достойный отдых у нас в Югре? Чем себя можно занять здесь, чтобы потом не впасть в депрессию от осознания, что можно было намного эффективнее распорядиться своим свободным временем? Ищем ответы на эти вопросы вместе с вами 393-888, номер прямого эфира. Звоните нам и рассказывайте о своих планах на предстоящие выходные. Чем больше вариантов, тем лучше. Ведь это поможет тем, кто не имеет планов и растерян, пока не знает, куда себя деть. Вопрос для интерактива мы сформулировали сегодня так. Майские праздники я проведу на природе, на параде или на диване. Выбирайте, что вам ближе и голосуйте как по телефону, так и в интернете в группе нашей программы ВКонтакте. Кстати, по данным опросов, большинство россиян проведут майские праздники дома. Это 39%. А 35% наших с вами сограждан просидят на даче. Причина – нет денег. На это ссылались люди, общаясь с социологами. У нас есть звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие у вас планы? Меня зовут Дарья Легчилова, я из города Невсюганск. Хочу, наверное, поделиться, как мы отмечаем майские праздники, да, ну и другим также посоветовать. Мы отмечаем с семьей, выезжаем на природу, без алкоголя, с детьми обязательно, на речку куда-нибудь, шашлыками. Ну, весело всей семьей, родители с нами вместе. Я считаю, что это самое правильное. А не боитесь, не опасно на речке-то, лед еще лежит, но он еще тонкий, уже вернее, тонкий. Ну, мы не плаваем на речке, мы на речке не плаваем, мы просто на ней отдыхаем. Ну, мало ли, дети там. Вы не жалеете, что вы никуда не уезжаете, а проведете майские праздники в Югре? Нет, я абсолютно не жалею, я люблю свой город, люблю природу нашу, она очень красивая. А какой город у вас? Нефтьюганск. Спасибо большое, спасибо вам, хороших выходных. Кстати, знаешь, вот, судя по всему, югорчане совершенно не расстраиваются, что на выходные они не уезжают за пределы округа. Много разных вариантов в интернете у нас предлагают, как отдохнуть, разные версии. Большинство комментариев о том, что у всех будет природа и шашлык. Вот Николай Литвинов, да, у нас радуется весне, позовет родственников, друзей, пожарить мясо, уедут все потом на озеро, неважно, что лед еще есть. Еще один человек, кто собрался на озеро, Сергей. На водоемы. Главное, говорит, телефон оставить дома. Свобода. А вот еще Ольга Коновалова также планирует семейный выезд на шашлыки после диванное лежание. Но, надеюсь, не потому, что шашлыки были плохие. А Анна Волкова считает, что лучший отдых – это его отсутствие. Майские праздники у девушки пройдут на работе. Сочувствуем. Позвоните нам, расскажите, как вы собираетесь провести эти майские праздники. Очень интересно узнать, какие еще будут предложения, да? Да. Что у нас тут еще? Графика, Елена Ханты-Мансицк, так-так-так. Ой, какое замечательное сообщение, посмотри. Они с мужем, я почему смеюсь, потому что вот близко мне это, видимо. Они с мужем наберут много-много вкусняшек и будут валяться на диване. Четыре дня и ничего не делать. Только есть, пить и кино смотреть. Ох, Серега, класс. У нас очередной дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы проведете эти майские праздники? Как вас зовут? Давай хоть узнаем, как человека зовут. Анна зовут. Очень приятно, Анна. А вы из какого города? Из Ханты-Мансийска. Ну и ваши планы? Ой, на самом деле, простые планы. Хочется отдохнуть, потому что, несмотря на обилие праздников в календаре, россиян, мы все равно, мне кажется, работаем много. Вот, поэтому хочется отдохнуть. Элементарно побыть с родными рядом, съездить к семье. Я вот собираюсь съездить в Ангипас к родным, вот, и просто провести время на природе и не забыть про физическую форму. Скоро лето, поэтому я еще и в спортзал буду ходить. Большие планы. А диеты не будет? Между шашлыками спортзал, да? Да, диеты не будет. То есть вы будете есть праздники же, да, и пить все, что захочется? Ну, чуть-чуть, я думаю, что все равно покушай лишнего, с семьей не откажешь. Поэтому потом будет двойной спортзал, но, наверное, немножко диете, можно сказать, пока подожди. Хороший совет для наших зрителей. Спасибо вам, Анна. Так, дальше сообщение. Галина из Пытьяха. С мужем и детьми они поедут в Сургут, вот, не на природу, в крупный торговый центр, где не только магазин, но и кинозалы, детские аттракционы. Райка, говорится, на любой кошелек. И остановится семья не в гостинице, а где бы вы думали, правильно, они снимут на все четыре дня квартиру посуточно, потому что так дешевле. А почему правильно? Откуда люди? Ну, хороший вариант, кстати, на заметку, да, вот, не обязательно на гостиницу деньги тратить. Да. А вот меня, знаешь, удивляет, шашлык, значит, природа у всех, речки там со льдом, путешествия в другие города. Товарищи, а как же поход на демонстрацию? Как же так? Это же вот все-таки вот массовое праздничное шествие с транспарантами и шариками. В конце-то концово. Покручайте ура все вместе. Вот это вот в едином порыве. Ну, ладно, давай подведем пока. Позвонит нам и расскажет, может, тут соберется все-таки на демонстрацию. Подведем предварительные итоги голосования. Что там с телефоном? А что там с интернетом? С интернетом? У меня по телефону пока побеждает мнение, что 89% югорчан проведут на диване. На диване, да. Но это, видимо, даже телевизионная аудитория. Потому что интернет-аудитория собирается поехать на природу. Ну, а те, кто по телефону на диване, как я видел. А у нас есть звоночек, кстати, очередной. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфир. Алло. Да, добрый вечер. А скажите, вы на демонстрацию собираетесь 1 мая? Алло. Да-да-да, алло. Да, ваши планы на майские праздники? И будет ли в этих планах демонстрация? Ну, вообще, вообще нет, не собирался. Потому что, как бы, я на 9 мая собирался. Ага. А на 1 мая что будете делать? С шарами, с транспарантами, нет? На 1 мая мы планируем выехать за город, на шашлыки. Но все майские праздники проведете на природе или все-таки вернете домой? Да подожди ты, Сергей, давай, что там у вас с шашлыками? Шашлыки, а дальше? Как? Как что? Природа, воздух, отдых, а дальше дом, семья, все как у нормальных людей. А на дачу не поедете? Дальше. Алло. Алло. Да. В принципе, мы поняли, да, ваши планы на праздники. Спасибо вам большое. Вот тут есть мнение такое интересное от Степана Николаевича из Сургута. Он пишет, что занимается каждую неделю с психотерапевтом по скайпу. И вот этот специалист, психотерапевт, ну, знаешь, Сергей, все прогрессивные люди занимаются уже консультированием. Это нормально. Так вот, он ссылается на то, что этот психотерапевт, ему советуют даже на выходные составлять четкий план, то есть должна быть цель. И вот если у человека нет графика расписания выходных, то все это закончится депрессией. Вот такое мнение. То есть не отдохнуться. Твои, кстати, планы какие? Да, мои-то планы, я дома с семьей, с женой, с дочкой останусь. Мы никуда не поедем, ни на дачу, ни на природу. Мы будем вести жизнь овощей на диване и вот, так сказать, замедлимся. Ну, то есть ты как наша аудитория, что голосует по телефону. Смотри, вон 73% на диване. Да, 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 я со всеми вместе. Как правильно отдыхать и как не попасть в ловушки выходного дня, то есть в плен разрушительного безделья, выяснил наш коллега Сергей Манойленко. Передаем ему слово, а после продолжим обсуждать, как радостно встретить Первомай. Весна в Югре понятие скорее абстрактное, то есть собственным телом ее бывает и не почувствовать вовсе. Длилась бесконечно долгая зима, а потом в одночасье раз и зазеленили деревья, естественно, уже в июне. Видимо, нынешний праздник весны и труда многие югорчане как раз и проведут в труде за расчисткой своих придомовых территорий от снега. Но если подобное занятие вам претит, то стоит отправляться в путь-дорожку. Благо, в Югре есть на что посмотреть. Можно почувствовать себя активным туристом, то есть собрать семью, сесть в машину и пропутешествовать между городами. Например, можно посетить город Коголым, посетить спортивный комплекс «Галактика», который в себе включает очень много уникального. То есть тот же самый большой аквариум, увидеть акулу, увидеть самые длинные восточные части, туннель 61 метр. Если же душа требует отдыха культурного, то самое время отправиться в Сургут, а именно в знаменитую сургутскую филармонию. В этот храм искусств пришла настоящая весна, правда театральная. Каждый день спектакли как для взрослых, так и для малышей. А сейчас филармония принимает молодежный фестиваль «Зеленый шум», где можно послушать профессиональных музыкантов за пару сотен рублей. И приедут и взрослые уже, выпускники этой программы, которые стали сложившимися артистами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов России. Это уже на самом деле признанные мастера, рядом с ними будут и новые наши новоименцы, молодые вундеркинды. Будет чем заняться человеку культурному и в столице округа. Давайте посмотрим, что интересного к майским каникулам приготовил музей природы и человека. Это я удачно зашел. Буквально накануне в музее открылся палеонтологический проект с интригующим названием «От дивона до дивана». В общем, это прогулка по югре, когда она была еще океаном, а спустя несколько миллионов лет стала территорией, населенной очень большими и опасными животными. Вот эта кость, вот эта кость, это абсолютно реальная. То есть это реконструкция, сделал наш сотрудник. Отмечу, что большая часть экспоната вовсе не бутафорская. И действительно нашли археологи в разных грунтовых слоях нашего богатого на ископаемые округа. Кстати, название «От дивона до дивана» выбрано не просто так. В конце маршрута посетителя ждет вот такой прекрасный предмет отдыха. Можно прийти и посмотреть в основном фонде НО и потрогать руками, посмотреть в том числе и живых представителей, которые обитают на территории Хмао-Югры в настоящий момент, из тех родственников, которые обитали миллионы и десятки миллионов лет назад. Но все же майские праздники больше ассоциируются с шашлыками. И если погода позволит, то дым от мангалов будет властвовать над городами и поселками Югры не один день. Хорошо еще, если есть такое место, где можно, да простят меня вегетарианцы, пожарить кусок сочной плоти без вреда для окружающей среды. Вот, к примеру, Ханты-Мансийск, который славится своими благоустроенными зонами отдыха. Возводить их стали еще в начале нулевых, построили в итоге более четырех десятков. Но с годами финансирование на обслуживание таких объектов сокращалось. И на сегодняшний день таких пикниковых зон осталось 27. Сотрудник природного парка «Самаровский чугас» Александр Скутин сетует, мол, приходят вполне интеллигентные люди в такое место живописное, а главное бесплатное, отдыхать. Выпьют лишнего и начинают на спор ломать благоустройство и флору калечить вдобавок. Вот смотрите, вот смотрите, дерево буквально недавно срубленное, лисвинец. Шикарное дерево, вот. Вот видите. А вот как вы думаете, с какой целью рубят? На дрова пожечь. А между тем, многие зоны отдыха в Самаровском чугасе сегодня представляют интерес не только эстетический, но и исторический. Ну, это стол еще 2001 года постройки. Это место очень знаменательное. 17 лет уже столом, да? Да, знаменательное тем, что здесь есть дерево Александра Васильевича Филипенко, одна из лиственниц. Вот. Все знаменательные люди, которые приходили сюда, Комарова раза три здесь тоже была, мы вешали бирки. Вот. Но, к сожалению, эти деревья потом выкапывали, вырывали. К слову, не так давно в окружной столице обсуждался вопрос переноса всех мангальных зон из чугаса к пойме Иртыша. Но власти, к счастью, решили, что это нецелесообразно. Опять же, если мы будем убирать, демонтировать элементы благоустройства отсюда, то останется проблема. Люди будут приходить, значит, сжечь костры, получается, в неустановленных местах. И оттуда будут возникать пожары, самовольные рубки там и так далее, и так далее. Метеорологи сулят на майские праздники минусовую температуру. Но если вас это не пугает и вы все же решили пойти с близкими на шашлыки, вот вам в подарок базовый рецепт этого блюда. Рекомендации поделился шеф-повар известного в ханты-мансийске ресторана Никита Калинич. Для приготовления шашлыка нам понадобится свиная шея, лук, растительное масло, соль, перец, кориандр. Для этого мы берем сот свинины, обрезаем толстые слои сала и нарезаем средним кубиком. Для того, чтобы нам удобнее было мариновать, мы перекладываем в большую тару. Теперь приступим к маринаду. Берем лук, нарезаем соломками. Теперь заливаем маслом. Перец. Соль. Кориандр. После того, как мы добавили все специи, теперь мы начинаем перемешивать наше мясо. После того, как наше мясо готово, ему нужно настояться 2-3 часа. Спустя 3 часа наше мясо промариновалось, теперь мы начинаем насаживать наше мясо на шампур. По волокнам. Теперь приступаем к жарке. Мясо мы жарим на среднем огне, для того, чтобы наше мясо хорошо прожарилось. И жарим мясо в течение 10 минут. Наше мясо готово. Его лучше есть с овощами и соусом. Приятного аппетита! А у нас есть еще один звонок. Пока вы смотрели сюжет. Кто-то время даром не терял. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вы нас слышите? Алло. Да, да. Да, да, очень хорошо вас слышу. Как вас зовут? Я прям по телевизору вас вижу. Меня зовут Марат. Мы на майские праздники пойдем поиграем в футбол. У нас в Унигане, кстати, расставил это футбольное поле. Мы будем играть там. А там прям еще высохло, но даже луж нету, а то вы сейчас в воде там будете в грязи. Да нет. То есть все 4 дня футбол? Да, правда высохло. Мы пойдем на майские праздники туда играть. И еще поздравьте меня, пожалуйста. У меня супруга забеременела. Мы вас поздравляем. Это действительно хороший, радостный повод. А вы на демонстрацию пойдете? Да, естественно пойдем. С транспарантами? Ну, не знаю, но сходимся. Спасибо вам за звонок. Еще раз вас поздравляем с такой замечательной новостью. С наступающим праздником. Папой станет скоро. Великолепно. Давай посмотрим, что думают наши зрители, что голосуют в интернете. Вот они за что сейчас? Природа самый популярный вариант. Природа. На природу, да. А вот те, кто голосует по телефону, они пока считают, что все-таки в приоритете это диванный выходной такой. На диване проведут праздники. И на парад всего 6%. Природа... С дивана сложно встать. Ладно. Так как же все-таки провести майские каникулы, так сказать, в Югре весело использовать, чтобы потом не было мучительно больно за потерянное даром время? Прямо сейчас расскажет исполняющий обязанности начальника управления туризма департамента промышленности Югры Гузель Ниязова. Здравствуйте. Мы сразу с вами начнем с такого вопроса. Ответ это будет нашим зрителям. В общем, Степан Николаевич из Сургута написал, что вот, ссылаясь на психотерапевта, с которым он занимается, что любой отдых должен быть четко спланирован, должна быть цель. Вы как считаете? Можно бездельничать или тоже нужно составлять планы? Ну, во-первых, добрый вечер всем. Добрый вечер. Я абсолютно согласна со специалистом, что если отдых спланирован заранее, то можно учесть те нюансы, учесть свои потребности, учесть те возможности, которые предлагаются сегодня, ну, скажем так, на рынке, да, и все предложения. И тогда можно действительно спланировать интересные выходные, которые можно провести с пользой. Ну, у нас сейчас аудитория голосует, что главное это диван, то есть так нельзя, да? Ну, я думаю, что это, может быть, и сейминутный порыв, потому что все-таки тяжелая неделя дожидается. Ну, может быть, это очень дорогой диван, и вставать с ним не хочется. Мужей мечтается, как бы, скажем, отдохнуть. Но я думаю, что, может быть, день-два, а потом все-таки люди пойдут отдыхать на природу, может быть, даже в музеи пойдут. Вот, кстати говоря, по поводу, куда пойти, чем заняться. Посоветуйте нашим югорчанам, чем, собственно, заниматься на праздниках, прямо по пунктам. Только начнем, давайте, с дорогих вариантов. Да, мы разделим. Сначала дорогие варианты, потом бюджетные. Ну, во-первых, это все зависит от, наверное, интересов. Если человек увлечен более активным отдыхом, да, и какими-то побывать в интересных местах, труднодоступных, это можно, конечно, обратиться либо к туроператорам нашего автономного урока. А успеют за 4 дня-то куда-то слетать? Ну, как, по крайней мере, можно посоветоваться, да, и можно съездить в отдаленные территории, в те же горы Приполярного Урала. У нас есть организации, которые предлагают данный вид отдыха. То есть это прям реально, вот завтра позвонить, потому что мы пытаемся людей сориентировать, чем заняться на майские праздники. Завтра звонят и вылетают уже, там, допустим, в воскресенье, да? Нет, так быстро не получится сейчас, там, да, с авиарейсами. Это нужно заранее, все-таки, действительно, вот поэтому и планировать такие поездки. Но если говорить о тех местах, в которые можно добраться на автотранспорте, да, то это вполне возможно. Можно и, как бы, позаниматься автотуризмом, самостоятельно съездить, можно и воспользоваться теми предложениями, которые предлагают наши компании, да, экскурсионные, например, бюро тоже. Удивите, вот такие предложения, которые бы, вот сейчас услышали, люди точно зацепили. Ну, прям вот самые такие интересные, какие? Ну, у нас, как бы, одно из направлений, одно из новых перспективных направлений, это ойл-туризм. То есть у нас в городе Нижневартовске предлагается такой тур, называется «Нефтяная столица Сибири», где можно побывать и... То есть поиграть в нефтяника. Поиграть в нефтяника, да, побывать, скажем так, в школе буровых кадров и так далее. Ну, вот интересно, можно вам подарить капельку нефти обязательно, как бы, если вы побываете в данном туре. Ну, есть еще, как бы... А спа? Есть у нас спа? Ну, для девушек, мне кажется, и женщин будет очень... Обязательно, конечно, у нас есть санатории, спа-центры, которые предлагают уже данный вид отдыха, и можно обратиться, ну... А где? Давайте вот где, куда? Ну, в крупных городах это точно. И можно на пайские праздники прямо туда отправиться? Я думаю, что можно, если, конечно, без... Как бы не были куплены заранее места для проживания, но, по крайней мере, воспользоваться услугами, да, спа-услуг, я думаю, что это вполне реально. Мне кажется, диван любой, это вполне себе спа. Нет, там же массажики всякие, понимаешь, да, процедурки. У нас, кстати, звоночки есть. Кто-то дозвонился, да? Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Тут Ольга Коновалова, я из Ханты-Мансийска, и к нам в город наконец-то пришла весна и тепло. И мы с семьей и друзьями в ближайшие праздники обязательно хотим выбраться на природу, штуки, провести время вот таким образом, если, конечно, погода не подведет. А вот когда на шашлыках побываете, вернетесь обратно, чем будете заниматься? Ну вот, наверное, полежим на диване, немножечко отдохнем, так как неделя у нас будет длинная, трудовая, поэтому, да, мы все-таки, наверное, полежим на диване. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам, Ольга. Ну вот, чтобы лежать было все-таки интереснее, вот наши гости рассказывают нам, что чем лежать. А вот мы закончили на спа-процедурах, подожди, Сергей, мне кажется, это очень интересно. Это все требует каких-то вложений, то есть в любом случае для этого нужны средства. А чтобы были бюджетные, да, варианты, если у человека не очень много средств? Ну, если совсем мало средств, то можно, в конце концов, встать с дивана, пойти прогуляться по городу, посмотреть еще раз достопримечательности, познакомиться с ними, как бы почитать еще дополнительную информацию какую-то, хотя бы просто погулять по городу. У нас города очень интересные, каждый город имеет свою особенность, свою уникальность, поэтому как бы... Ну, это же классное предложение. Вот, кстати, вы сейчас озвучили, скучно стало на диване, да? Там, не знаю, 1 мая, 2-го сели на машину, приехали из Хантамансийска в Сургут, да, там или в Нижний Вартовск, погуляли. Даже просто погулять, да? Да, можно просто погулять, а также совместить сейчас тоже интересное направление. Это гастрономический туризм. Это когда туристы ездят по различным городам и посещают различные кафе, рестораны и пробуют кухню разную. Это тоже как бы очень запоминается такой визу. А у нас что? Куда? У нас удивительно. Куда поехать поесть? Да, и кафе, которые предлагают как этническую кухню, так и кухню сибирскую, так и, например, и какую-то европейскую кухню. То есть можно что-то для себя новое открыть. То есть мы никакой город выделять не будем. Вы какой отдых, вот ваша семья выбирает? Вы куда собираете? В гастрономический тур на эти выходные? Ну, на спа-процедуры или активный отдых? Ну, на эти выходные конкретно мы собираемся съездить в гости, пообщаться, ну, также еще, возможно, как-то позаниматься активным отдыхом, ну, так же, как и, наверное, большинство наших югорчан. Наверное, как бы все-таки пойдем на природу, на природу жарить шашлыки, получать удовольствие от весны, от хорошей погоды. Я надеюсь, что она нас не подведет. Еще один дозвонившийся у нас. Да, дозвонился телезритель, сейчас тоже пообщился. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Мне хотелось бы выступить вот там. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. С вами говорит Любовь Ивановна с поселка Барсово. Мы решили со своей внучкой пойти только на демонстрацию при любой погоде. Ну, нынче внучка идет в первый класс, хочу ей показать все прелести. А демонстрация первомайская или девятое мая? На первое мая. Я думаю. Это же здорово. Большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам большое. Ну, помните, как раньше, да, в детстве? Всей семьей, да. Вадимы. Шарики. Да, на плечи папе. Было весело. Вадимы. Вадимы. Ну, я думаю, что это, прежде всего, это хорошее настроение. Потому что можно найти отдых на любой вкус. Различные предложения есть и на нашем сайте. Туризм в Югре можно познакомиться. У нас есть интересные предложения экскурсионных программ, как в городе, так и с посещением других населенных пунктов. Поэтому, я думаю, что было бы желание и позитивный настрой. Можно отдохнуть, использовать, провести время, получить заряд бодрости. На следующую трудовую неделю отдохнуть. Она короткая. Что там особо? Два дня. Спасибо большое. Тем не менее, мы желаем всем хорошего настроения. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Напоминаем зрителям, что если какая-нибудь информация заинтересует, можно зайти к вам на сайт. Спасибо большое. До свидания. Так, ну, а мы подводим итоги, как всегда, интерактива. Те, кто голосовали по телефону, наши зрители, большинство из них собираются провести 1 мая и майские каникулы на диване. Интернет-аудитория упорствует в том, что отдыхать, господа, нужно все-таки, да, природе? Дома еще населитесь. Что бы вы не выбрали, все правильно. Главное делать то, что хочется вот именно вам. Не нужно сравнивать и ориентироваться на кого-то. Просто дайте себе возможность расслабиться. Не думать о работе и о проблемах. К их решению вы вернетесь со свежей головой уже после майских праздников. Да же? Да. Надеемся, что информация от нашего эксперта Гузелина Язова будет вам полезной, а вы в ближайшие дни отправитесь путешествовать по Югре. А может быть, воспользуйтесь советами из земляков, что так активно сегодня к нам звонили в прямой эфир и предлагали свои интересные варианты на предстоящие выходные. В общем, да здравствует 1 май. Ура! Отдыхающим. А сейчас не уходите далеко от экранов, потому что уже через пару секунд мы не только выясним, кто повесил на водителей Сургутского района миллионные долги за нарушение правил дорожного движения и почему нельзя надеяться на письма счастья, но и расскажем еще много-много чего интересного. Опасное селфи. Есть ли будущего подростка из Нижневартовска, что рискует жизнью ради удачного кадра? Шутка про маршрутку. Правда ли, что проезд в микроавтобусах окружной столицы сильно подражает уже в мае? Осторожно, поддельный кофе. В каком городе нашего региона могут спокойно отправить на тот свет напитком богов? Тепла не будет? Почему в Югру не идет лето? Что стоит делать, чтобы не стать злым и противным? Майские праздники в кругу семьи. На работу можно и забить. Я буду делать заимон в квартире. Шашлыки на площадь, как всегда. Платим раз, еще раз, еще много-много раз. Или как не угробить питомца в ветклинике? Что делать, если нет единых требований к зообольницам, а существует лишь сомнительный стандарт по оказанию услуг? И открыть больницу для животных может каждый. Что важно знать, чтобы не разориться, поддерживая здоровье любимого питомца? Как действовать, если четвероногий друг пострадал или даже погиб из-за некачественного лечения? Ну, а сейчас мы традиционно расскажем коротко и интересно о самых интересных событиях. О некоторых интересных событиях уходящей недели. Да, начнем вот с такого коротенького сообщения из Сургута. Там до конца года заменят 182 лифта в старых домах, но главное не это. Главное то, что эти лифты оборудованы высокоскоростным интернетом. Сделано для того, чтобы связываться с аварийными службами, но я думаю, что теперь квартиры в этих домах будут пустые, жильцы все будут проводить время в лифтах. Накануне подросток из Нижневартовска ради необычного кадра залез на многоэтажку и повис на крыше. На видео можно разглядеть, что парней на крыше двое, и один вместо того, чтобы кинуться спасать другого, просто снимает на камеру безумные трюки. Причем выполняются эти трюки без страховки. Слава Богу, все заканчивается благополучно. Подросток остается жив. Такие вот игры со смертью ради количества подписчиков и лайков в интернете. Есть ли мозги у этих молодых людей? Вот в чем вопрос. Время сейчас такое. Выложил пост, а к нему 111 комментариев и 35 сердечек. Уже при этом. Вот, например, житель из Ханты-Мансийска в одном из городских пабликов разместил фото. Шутку про маршрутку. Но на нечетком фото объявление, что цена за проезд на маршрутном городском такси с мая повысится. Поехать на маршрутке будет стоить 30 вместо 25 рублей. Это вызвало в комментариях и к посту, значит, бурное обсуждение. У городского управления связи и дорог мы выяснили, что по закону, если перевозчик решил повысить стоимость билета, то он должен предупредить за месяц местную администрацию. Подобных предупреждений из администрации никто не получал. А это значит, что либо фото было сделано в другом городе, либо повышение будет, но с нарушением требований. И предпринимателя накажут. Штраф. Так сколько все-таки платить? 25 или 30? Платить 25, конечно. Имеем право, да, не платить, да, 30? Совершенно верно. Штрафы на полтора миллиона рублей накопили водители Сургутского района. Причем сами об этом они не знали. Их просто внесли в списки злостных должников. Все дело в том, что в разное время владельцы машин попадали в объектив камеры видеонаблюдения. Они фиксировали нарушение. Водители, конечно же, об этом не догадывались. Ну, об этом, как правило, сообщает письмо счастья из ГИБДД. Но письма эти адресатам не приходили. Где случился прокол? В системе начисления штрафов или в работе Почты России? Пока неизвестно. Идет разбирательство, но факт остается фактом. Бедные водители в черных списках судебных приставов. Ужас! Если б я в такой ситуации оказалась, то шумику бы устроила. Ну, а как? Вообще не справедливо. Работа теперь предстоит много сотрудникам ГИБДД и приставам Сургутского района. Так что пожелаем им бодрости и кофе им в помощь. Доказано, что он бодрит. Только его нужно внимательно и тщательно выбирать, иначе можно отравиться. Тем более, что сургутские полицейские на этой неделе зафиксировали факт продажи поддельного кофе. На банке не было маркировки, он не производился и не... Вернее, не ввозился на территорию России. А еще, сама упаковка не соответствовала нормам. Вся партия кофе, это 1400 упаковок, изъяты и отправлены на экспертизу. На предпринимателя заведено уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюремного срока. Ну, а сейчас плавно переходим к рубрике, я бы ее назвала, вы спрашиваете, мы отвечаем. Андрей Дубровин интересуется, а клещи уже проснулись, а то он на майские праздники на шашлыки в лес собирается и мало ли что. Андрей, ну, специально для вас мы узнали, у специалистов, внимание на экран. Обработка против клещей начнется незамедлительно после стаивания снега. На майские праздники необходимо все-таки обеспечить свою защиту от укуса клещей, в том числе специфической и не специфической профилактикой. Это одевание специальной одежды при выходе в лес, использование репеллентов, отпугивающих насекомых. Специфическая профилактика заключает в себе вакцинацию против клещевого энцефалита. Ну, в общем, надо как-то предохраняться, если в лес собираетесь. Не, ну, а как? Если ничего не обработано еще, по-другому никак. В общем, Ольга Истомина хочет знать, когда в Югре наступит настоящая весна и каким в этом году будет лето, если оно, конечно, будет. Нам это тоже интересно, поэтому комментарии синоптиков. Прогнозы на май. Наждаем в целом обычную для этого времени года погоду. И средняя месячная температура воздуха будет от плюс четырех до плюс девяти. Это примерно около нормы. Норма плюс три, плюс восемь. По-настоящему такое заметное повышение температуры будет во второй половине мая, точнее даже в третьей декаде. Дневные температуры будут повышаться до плюс тринадцати, плюс восемнадцати градусов. На летний сезон, в принципе, все лето, то есть май и все летние месяцы в Югре прогнозируются, в принципе, близким к своим средним многолетним нормам. Вот если честно, я ничего толком не поняла. Ясно одно. Туфли и плащи понадобятся только в конце мая. А пока ботинки, пальто и, вероятно, ночами даже шапки и теплые носки. Ну а что? Как не загрустить, когда на улице не жарко и деревья лысые. Рецепты хорошего настроения от жителей разных городов Югры. Первое мая у меня будет в Турции, в Кемере. Пойдем на демонстрацию первого мая, как всегда. Девятого мая пойдем к мемориалу. Шашлыки на площадь, как всегда. В отпуск поеду. Сходить в кино, поплавать в бассейне, ну и с внучкой поводиться. Мы будем выступать. Будет время посмотреть любимые фильмы, посаниматься с детьми. Может быть, посетим какие-то спортивные состязания или концерты, которые, я думаю, в большом количестве будут проходить. Пойдем на первом мая с флагом. Я буду делать заимон в квартире. В Екатеринбург уедем, там будем отдыхать. Я буду работать. Я буду помогать маме. Ну, не помогать, но заниматься с братом. Отдыхать будем, а дальше пойдем, скорее всего. Буду тренироваться. Работать будем. Да, кто-то работать, кто-то отдыхать. На парад пойдем, шашлыки сделаем также. Майские праздники в кругу семьи. Желательно бы выйти на свежий воздух, но насколько погода позволит. Домой поеду в Башкирию к себе. Там буду отдыхать. Ну, если погода будет позволять, то, конечно, на работу можно и забить в честь таких праздников. То есть можно запросто, конечно, ехать и кайфовать, радоваться жизни майским праздником. Скоро лето. Все будет классно. Кто и как лечит наших животных? И откуда такие небесные цены в ветклиниках? Что делать, если нет единых требований к зообольницам, а существует лишь сомнительный стандарт по оказанию услуг? Что важно знать, чтобы не разориться, поддерживая здоровье любимого питомца? И как действовать, если четвероногий друг пострадал или даже погиб из-за некачественного лечения? Как доказать вину горе айболитов и наказать душегуба? Разберемся все вместе. Согласно опросам, 94% россиян считают, что за ошибки ветеринарных врачей нужно срочно ввести уголовное наказание. А как иначе? Если в этой сфере оказание услуг, у нас сейчас, мягко говоря, неразбериха. Открыть свою ветклинику может практически каждый. С отменной лицей в 2005 году этот бизнес перестал как-либо регламентироваться. Хотя и до 2005 года такие лицензии чаще всего покупались, а не получались в соответствии с требованиями. Так кто и как лечит наших животных? И откуда такие высокие цены в ветклиниках? Что делать, если нет единых требований к зообольницам, а существует лишь сомнительный стандарт по оказанию услуг? Что важно знать, чтобы не разориться, поддерживая здоровье любимого питомца? И как действовать, если четвероногий друг пострадал или даже погиб из-за некачественного лечения? Как доказать вину горе айболитов и наказать душегубов? На эти вопросы будем искать ответы прямо сейчас. Звоните нам в студию, номер прямого эфира 393-888, код города все тот же 3467. Ждем ваших историй и предложений, как заставить ветклиники работать лучше. И конечно же голосуйте. Хочется знать, вот вы бы доверили свое животное ветеринару? И как бы вам было, если бы вы туда его отдали? Это вот для вас будет страшно, дорого или легко? Один единственный вариант можно выбрать, как всегда и по телефону, и в интернете. В группе нашей программы она ВКонтакте. Да, в интернете у нас в группе уже шквал сообщений, истории разные, в основном печальные, как выкачивали деньги за лечение, или оказывали неквалифицированную помощь, или вовсе загубили питомца. Про звонок, говорите об этом, да, дадим звоночек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Слышно меня, да? Да. Меня зовут Евгений, я из Пойковского. Вот я так понял, что вы сейчас будете на тему лечения животных разговаривать. Все верно. Но вот можно чуть-чуть от темы этой отойти, но тоже про животных поговорить. Я просто хотел с вами поделиться своей идеей, вот у меня такая сейчас посетила, но не знаю, куда надо с ней обратиться. Вот у меня, значит, в поселке есть дачный участок, 6 соток, и я хотел бы на этом участке кладбище домашних животных коммерческое организовать. Вот, и у меня даже там печуха есть в доме, где можно было бы, в принципе, даже кремацию, если вот владельцы таких вот своих усопших. Ну, рано или поздно все животные уйдут на тот свет, да, как и мы тоже, вот я задумывался над этим, и такая вот бизнес-игея у меня появилась. В доме возьмете. Я сам буддист, я могу там покребением заниматься в буддийских или индуистских каких-то обрядах животных, но это уж по желанию владельца. Вот только не знаю, может, куда вот, может, вы подскажете, куда обратитесь? В фонд поддержки предпринимательства, да, это туда, Евгений. Спасибо большое, Евгений, да. Но мы все-таки будем вести, наверное... Ну, и здесь, кстати говоря, вполне все здраво, и я думаю, что будет пользоваться спросом. Тем не менее, мы хотим все-таки разговор направить в то русло, чтобы животные как можно дольше, да, вот они жили, и как вот их все-таки лечить. Да, вот тут история о Татьяне Клеменовой из Югорска. Она жалуется, как в прошлом году врачи клиники «Забота» едва не угробили ее собаку. Интернет, значит, поставил диагноз воспаления матки, но она решила, тем не менее, собаку к врачам отнести. Те сделали УЗИ брюшной полости, и со словами «ложная беременность» сама пройдет, отправили вот девушку домой. На следующий день собаку экстренно прооперировали уже в другом городе, в Нягоне, и вот она благодарит эту клинику нягоньскую, да, и там сказали, что, в общем-то, там не ложная беременность, а проблема у собаки реальная, могла умереть собачка. Вот так, профессионально. А вот еще одна история от Ксении Миловой, ой, за Миловой, прошу прощения. У меня был случай, упала кошка моя с шестого этажа на бетон, батюшки мои. Экстренно в такси, повезли в клинику, ей там назначили кучу лекарств, капельницу, в общем, на 10 тысяч рублей лечения. В это время ей позвонила подруга и сказала, что на самом деле нужно ехать к другому врачу, посоветовал другого врача, девушка поехала к нему. И когда приехали к нему, доктор сказал, что не слушать никого, у кошечки травмы, несовместимые с жизнью. Что интересно. Я вам ничего не могу, даже денег с вас не возьму. Просто обезболю ее, положите животное дома и не трогайте, она примерно через час без боли умрет. Вот такая вот история. То есть, подожди, получается, что, правильно мы понимаем, что один врач хотел денег выкачать, да, из девушки за эту кошечку, которая упала на асфальт, а другой, честно, сказал, да не платить умрет, да. Мы продолжим обсуждать эту тему сразу после того, как посмотрим следующий материал. Димуре Апаликов известен югорчанам как тележурналист и ведущий. Но мало кто знает, что наш коллега еще и заядлый кошатник. Оп, 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 да еще что угодно родину продаст, родину продаст за квадратики, родину продаст за квадратики. Дома у Димуре живет целая кошачья семья – папа, мама и сын. Вообще детей у этой мохнатой пары пятеро, но четверо раздали друзьям и знакомым. А пятый так и остался жить с родителями. Для нас интересна история чудесного появления на свет этих самых пятерых котят. Их отца, кота Сему, Димуре подобрал на улице. Выходил и, как водится, кастрировал. К тому моменту в доме уже жила кошка Фаля. Так что и процедура была просто необходима. Долго мы думали, а что такое с нашей Фалюшей? Бока у нее раздулись, строгать себя она не дает, а бы что она не ест, все время где-то шкирится. Ну, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, быстро только кошки родятся. В общем, пять прекрасных котят. Так я прихожу к этим ребятам и говорю, ребят, ну как такое может быть? От кастрированного кота такой приплод. Непорочное зачатие, да. Все ржут надо мной, все ржут. Я всем рассказываю историю, говорят, это только со мной такое может быть. Да нет, говорит, может она у вас гуляла. И я развернулся и пошел. Таких, как Семен, среди котов всего пару процентов. Их называют крипторхами. Это когда одно или оба яичек у кота остаются скрытыми в брюшине. То есть случай, безусловно, редкий, но не уникальный. И то, что ветеринар его пропустил, это показатель непрофессионализма и халатности. В итоге все разрешилось удачно. Пусть и незапланированная беременность не привела к болезни или смерти питомцев. Ну давай познакомимся, давай. Давай, дружочек, давай. Ах ты мой сладенький. Шпицу по имени Забава тоже повезло. Хозяйка вовремя сменила клинику и любимицу. Семьи удалось спасти. Но прежде был почти месяц уколов, кровотечений и постоянно ухудшавшегося состояния животного. Когда врачей сменили, оказалось, что бедной Забаве вводили почти смертельные дозы лекарств. Нужно было делать срочную операцию. Собака выжила чудом. Сейчас она уже идет на поправку. Несмотря на очевидную врачебную ошибку, Светлана, хозяйка Забавы, не стала жаловаться на врачей из первой клиники или подавать на них в суд. Женщина просто не верит, что ей удалось бы добиться хоть какого-то наказания или компенсации. Невозможно же доказать, что врачи были в чем-то неправы. То есть единственное, что смогла сделать, это написать отзывы об этой клинике. Ну вот это вот выполнило такой долг свой гражданский, чтобы туда остальные не попадали. А вот судебными делами, ну у нас людей-то не всегда. А уж тут за животных кто там будет с ними сильно-то возиться. Кто-то скажет, что в любой профессии есть хорошие специалисты и плохие. Все так. Но на данный момент именно в ветеринарии число непрофессионалов растет угрожающими темпами. В крупных столичных городах встречаются и откровенные мошенники. В Москве или Питере существуют сотни телефонных номеров, по которым вам настойчиво предложат выезд ветеринара на дом, упирая на более низкую цену. Но на самом деле причина в физическом отсутствии клиники. Адреса, указанные в объявлениях, скорее всего будут адресами заводов, трансформаторных будок или вообще Красной площади. А после встречи с таким ветеринаром по вызову, ваш питомец хорошо, если останется жив. В Югре таких клиник-призраков пока нет. Впрочем, это, как мы выяснили, не гарантирует здоровье вашему питомцу. И не умирает, вроде как бы и сосательный рефлекс совсем слабенький. Но, конечно, не все так ужасно. Есть много действительно хороших ветеринарных врачей. И профессиональное сообщество старается бороться с теми, кто бросает тень на его репутацию. Врачи тоже защищаются, объединяются в какие-то, так сказать, ассоциации. Допустим, мы относимся к Уральской ассоциации. Если мы между друг другом общаемся, если к нам обращаются, либо мы куда-то посылаем в город, мы обычно отсылаем его в определенную клинику, чтобы наш клиник избежал. Это столкновение действительно с этим печальным фактом. Для полной объективности стоит отметить, что нередко вина в гибели домашних питомцев лежит на их хозяевах. Они слишком поздно обращаются за помощью, когда врачи уже ничего не могут исправить. Но мало кто из хозяев берет вину на себя, предпочитая обвинять врачей в некомпетентности. Вот что-то животное кашляет, предположим, а мы две недели смотрим, как оно кашляет. И приходим, когда он уже бедный, дышать не может. А от врача от нас требуют, чтобы сейчас, в сию секунду, наступило излечение магических действий. Такого, к сожалению, не бывает, и не все владельцы животных это понимают. С другой стороны, обычный человек и не обязан разбираться в симптомах болезни животных. А вот врач должен использовать максимум возможностей, чтобы спасти своего пациента. А для этого нужны знания и навыки работы с новейшими препаратами и оборудованием. Значит, надо постоянно учиться. А это деньги. Хотя не только. В этом вся проблема. В том, что нет понимания наших клиентов в том, что они не готовы тратиться на качественную диагностику исследования. Вторая проблема – это, конечно же, неквалифицированное действие сотрудников в силу того, что они не развиваются, не занимаются саморазвитием. За три года Ярославу удалось переломить ситуацию с обучением своих сотрудников. Сам врач, он знает, что нужно для успешной работы ветеринара. Это повысило качество обслуживания в его клиниках. И теперь они одни из лучших в округе. Но таких продвинутых, как Ярослав, единицы. А уже сейчас их нужны сотни. Но как этого добиться, пока не знает никто. Так как же вытянуть счастливый лотерейный билет в этой ветеринарной лотерее, расскажут наши гости, которые уже пришли в студию. Это заместитель главного государственного ветеринарного инспектора ЮГРЫ Наталья Ососова и почетный адвокат России Артур Ларман. Итак, оставим пока. Или же скажем про кладбище. Коротко, да? Что нам буквально до сюжета звонил телезритель из Пойковского, который хотел открыть кладбище для животных и кремировать. Мы с Натальей Владимировичем обсудили. Нельзя этого делать. Никто не разрешит. Коротко, чтобы потом вернуться к нашим. Еще раз просто уточню, что есть специализированные ветеринарные санитарные правила по сбору, утилизации, уничтожению биологических отходов, которые категорически запрещают захоранивать животных в землю. Потому как трупы животных это биологические отходы. Если предприниматель желает открыть какое-то предприятие по, ну допустим, по кремированию этих животных, у него должен быть специально отведенный на это участок. Открыт колбарий. То есть там много разных требований. И вот предложение этого Евгения из Пойковского, оно вот, ну, чтобы и не было... То есть просто печка не подойдет? Нет, просто печка не подойдет. Все оформлять. Печь, тем более, должна быть гастирована обязательно. Она должна соответствовать всевозможным нормам. И, соответственно, раз это биологические отходы, то он будет являться поднадзорным нашим объектом. Теперь вернемся к основной теме нашего все-таки разговора, да? Как так получилось, что наши ветклиники, они настолько отстают от европейских, что вот их можно сравнить просто с пещерами каменного века? Да, я говорю. Ну, скажу в двух словах. Во-первых, ветеринария, как таковая наука в нашей стране, отстает по качеству образования, по качеству оснащения. Вы же прекрасно понимаете, что самое лучшее для ветеринара – это правильная диагностика. Отсюда зависит и лечение. А диагностика – это всевозможного рода наборы диагностические, аппаратура, которая очень дорого стоит. И поэтому наша ветеринария, именно частно практикующая, особенно в северных отдаленных каких-то регионах, конечно, не может бороться или хотя бы как-то себя сопоставить, противопоставить даже западным ветеринарным специалистам. То есть все у нас вот так вот. Артур Жунович, вы согласны? Просто у вас были две собаки. Вы как адвокат должны быть в курсе и как владелец вот этих собак. Я полностью согласен. Действительно, мы отстаем очень здорово. Я тоже по миру. Мы все ездим по миру, видим отношения, оснащение даже, телевизор смотрим. Мы здорово отстаем. Все плохо, что ли? Ну, во-первых, для этого нужны деньги. Для этого нужны деньги, да, вливание. Таких средств ни у населения, ни у частных предпринимателей, у докторов нет. Ну, берут-то они много. Вот откуда эти цены, кстати, берутся в клиниках? Есть какой-то регламент, который там что-то установит? Нет, для частных ветеринарно-притекующих врачей ограничений нет никаких. Они устанавливают так, как им угодно, как им выгодно. Государственные клиники ориентируются только на те документы, которые их регламентируют. То есть расценки за предоставление ветеринарных услуг не выходят за рамки законодательства. А скажите, вот если все-таки животное, вот такой вот горе-айболит, который и техника у него там плохая, как мы сейчас говорим, что есть над чем работать, угробил все-таки животное, и что делать? К вам идти или сразу к вам? То есть к адвокату или вот к вам, Татья Владимировна? Ну, кто поможет? Наказать, что угробили мне питомца? Ну, я бы не говорила прям вот прям наказать и все. Во-первых, это труднодоказуемо. Да? Конечно. Нормативной базы по наказанию таких горе-ветеринаров очень мало. Вопросы эти решаются только через суд. Но опять же, обращающийся в суд должен понимать, что он должен приложить соответствующие документы. Сколько он затратил на содержание этих животных, сколько он потратил, чеки, договоры и так далее и тому подобное. Единственное, что в государственной службе можно, допустим, сделать, это провести патолого-натомическое вскрытие. Составить акт. Такое дело? Делаю. Причина смерти может быть установлена, но в заключении пишется не, как бы сказать, не результат гибели животных от некачественных услуг, а пишется только причина. И дальше уже может решить суд, все-таки животное правильно лечилось или неправильно. Но для этого нужно очень много документов собрать. Артур Жунович, были такие случаи на практике, чтобы люди приходили и просили вас, как адвоката, защитить их интересы в суде? В Хантемансийске нет, но практика такая есть. Но здесь общее правило идет. Мы говорим о том, что животное – это имущество, наше имущество. Имущество. Да, имущество. И применяются все те нормы Гражданского кодекса по обеимуществе. Причинен вред имуществу, значит, его виновник должен возместить. И здесь-то главное о том, что мы должны не то что доказать, здесь немножко по-другому. Мы же применяем, кроме того, и закон о защите прав потребителей, из которого исходит о том, что правомерность применения той или иной деянии с кошкой, собакой и так далее, должен доказать ветеринарная клиника. Для этого что нужно? Во-первых, заключить соглашение. Ну вот то, что сказала Анталия Владимировна, что нужны определенные документы. Да, договор надо. Договор оказания платных услуг. Где четко там все сказано, что вылечить все и так далее. Это понятно с документами. Анталия Владимировна тоже говорила. Так все-таки шансы из ста, что я пойду и докажу этого душегуба, что он угробил мою кошку. А суммы-то не маленькие? Маленькие? Не маленькие. Короткая инструкция, как приходить в эту клинику и не оказаться в накладе, будем так говорить, а чтобы вот и животное спасти, и чтобы на денег много... Ну, во-первых, интернет. Мы все знаем, умеем пользоваться, есть отзывы, все... И, ну, наши города не такие уж большие, они не миллионники, ничего. Там четко можно уже выделить какие-то те клиники, к которым можно обратиться. Конечно, обязательно соглашение делать, договор на оказание тех услуг, которые они... Значит, стерилизация, значит, стерилизация, там еще что-то, все. Значит, раз. И, конечно, смотреть, что делает с вашим животным. Это ваше имущество, ваш друг, поэтому тут надо, конечно, ухо вастровывать. Наталья Владимировна, ваше... Ну, во-первых, все мы начинаем при своих животных содержать, ну, стараемся содержать их самого малолетнего возраста. Возьмем щеночка, котеночка, неважно. В первую очередь, конечно, надо проконсультироваться у врача государственного. Потому что изначально все прививки против особо опасных болезней ставит именно государственная ветеринария. Там можно получить массу консультаций. Ну и, разумеется, человек, который держит животных постоянно, уже должен ориентироваться на поиск своего домашнего ветеринарного врача. То есть и прислушиваться к мнению других, у которых есть животные, потому что слухами земля полнится, мы прекрасно понимаем. И обращайте особое внимание при посещении частной ветеринарной клиники, как часто данные, допустим, врачи проходят повышение квалификации. Какой институт они закончили, где они работали, если это не сложно узнать. Обязательно клиника должна иметь лицензию на фармдеятельность, которая должна быть оформлена в Росфельхознадзоре. Ну и, конечно... И это будет гарантировать, что хоть как-то можно будет себя и свое животное защитить. Да, можно даже, знаете, бывает у нас некоторые любители, они консультируются сразу в трех-четырех клиниках и выбирают там, где совпало. Так прямо скажем. Да, такая практика тоже у людей есть. Они ищут таким образом своего домашнего ветеринарного врача. Один и постоянно. Один и постоянно. Хороший совет. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Тема, конечно же, требует более детального обсуждения. И мы к ней непременно еще вернемся. Спасибо вам. Приходите к нам еще. Ну, пока подведем итоги интерактива. Интернет-аудитория наша доверит свое животное ветеринару, считает все-таки делом страшным. Поэтому, видимо, будут лечить его дома. Те, кто голосовали по телефону, дайте, пожалуйста, господин режиссер, мне интерактив на экран. Да, спасибо. Значит, тоже считают, что это дорого. А, нет, дорого. Дорого. Мне страшно. А у меня страшно дорого. Короче, получается, страшно дорого. Ну, что хочется вам сказать, что прежде всего, все мы должны понимать, что в ближайшее время ситуация не изменится. И сфера оказания лечебных услуг домашним животным, она так и будет, вот как минное поле. Не знаешь, где рванет, а где пронесет, и все закончится благополучно. Поэтому, все-таки, будьте бдительны, не будьте эмоциональными, руководствуйтесь разумом прежде всего. Это позволит резво оценить вам ситуацию, что увеличит ваши шансы спасти вашего друга четвероногого. Ну, и чтобы из вас не выкачали деньги из кошелька. Ну, сегодня время эфира закончилось. Мы встретимся снова в это же время, в этой же студии, но только через две недели. 11 мая, потому что вся команда Северного шоу дружно отправляется на майские каникулы восстанавливаться и радоваться жизни. Поздравляем вас с наступающими праздниками. Хороших вам всем выходных. До свидания. Увидимся через 14 дней. Обратный отчет начался. Начался. Субтитры подогнал «Симон»